Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня пересматривал стримы с YouTube канала ныне покойного гроссмейстера Владимира Скрабова. И нашел интересную партию. Играли Иван Дьяченко, как раз ученик Владимира Скрабова, и гроссмейстер Дмитрий Цинман. Всем, кстати, рекомендую подписаться на канал про шашки. То есть очень много как раз стримов, на которых вы можете поучиться. Давайте рассмотрим партию Дьяченко-Цинман. Она изобилует гамбитными позициями, которые важно знать всем шашистам. Мастер Иван Дьяченко играл белыми, черными играл гроссмейстер Дмитрий Цинман. Выпала следующая жеребьевка дебюта. Белая А3 летит на А4, черная А6 летит на А3. Так называемая летающая шашка, жеребьевка. Белые играют ЖФ4. Ну, естественно, развивают свой сильный правый фланг. То есть в гамбитных позициях мы, вопреки основным принципам игры, то есть согласно основным принципам игры, мы играем своим сильным левым флангом. Но здесь наоборот, друзья, видите, то есть у нас на левом фланге лишь 4 белые шашки, а на правом 5 шашек. Поэтому мы играем своими сильными правыми флангами. Вот такой парадокс в гамбитных позициях. Ну, черные отвечают ЖФ6, пытаются развивать свою отсталую шашку А8. Белые размениваются, и черные играют АЖ7. Белые играют ФЕ3. То есть что хотят белые? Белые хотят на вот такой ход ЖФ6, то есть развивающий левый фланг, разменяться вот таким образом и получить приятную позицию. То есть видите, у черных на этом фланге одна шашка всего, на этом этот фланг у них перегружен, у белых шашки расположены равномерно, кроме того, у черных очень слабая шашка на А3, поэтому позиция черных здесь неприятная. Поэтому Дмитрий Цинон в этой позиции играет Б5. Наверное, наиболее точный план. Белые играют ЖФ6, ну и черные вываливаются в центр. Ну и естественно АЖ3 играть нельзя, потому что черные сыграют ЕД4. В эту сторону бить нельзя. Белые останутся без шашки, поэтому приходится бить в эту сторону. И фланг белых связан, у черных огромное преимущество. Поэтому Иван Яченко правильно разменивается назад. Далее, ЖФ6, АЖ3. Ну здесь ФЕ5 не хочется играть, так как белые уйдут на фланг. То есть и у черных, видите, некий перекос шашек по флангам будет. То есть лучше сыграть ДЕ5. Именно так играет Дмитрий Цинон. Далее, ФЕ3, СД6, ЖХ4, АБ6, ЖХ2, БА7. То есть обе стороны пытаются как-то играть. Черные играют на вот эти шашки, А1 и Б2, отсталые в данном случае белых. Но у них не хватает ходов. То есть они максимально выжидают. Белые также выжидают. То есть не торопятся размениваться. СД4. Ну и в этой позиции белые делают свой последний выжидательный ход, АЖ3. И черным все-таки приходится играть БЦ5. То есть этим ходом черные дают возможность белым развязаться. У белых есть здесь две атаки. То есть позиция белых с преимуществом. Либо можем меняться вот таким образом и затем меняться назад. То есть в этой позиции черным надо играть точно. Надо играть именно ДЕ5. Ход ФЕ5 здесь очень плохой. Почему? Потому что белые играют АБ2. Ну и давайте рассмотрим. Допустим ДЦ7, БЦ3, СБ6, ФЖ3, БА5. Ну здесь можно и ЖХ4 и даже ЕФ2 сыграть. Ну и после сильнейшего ЕФ6 играем ЖХ4. Надо играть ФЕ7. Ну и после ФЖ3 надо меняться СД4. То есть так уже ходить нельзя. Видите? Надо меняться. После размена белые размениваются назад. Ну и здесь все форсировано. ЕД6 ФЖ3, ДЕ5 ЖХ4, ЕФ4, СД4. Позиция с огромным преимуществом у белых. То есть компьютерная программа показывает здесь выигрыш за белых. Но его не так легко достичь. Особенно в Блице. То есть лучше всего жертвовать так, черным, и пытаться прорваться по центру. Ну здесь есть форсированный выигрыш за белых. То есть примерный план игры ФЖ7, ФЕ3. Ставим дамку. черные проводят две шашки в дамке. Надо играть дамкой именно на Е5. Ну и после постановки черными дамки играем АЖ7. Черные проводят вторую дамку, белые проводят вторую дамку. Поставили, поставили. И здесь к победе ведет лишь ход Е4. то есть белые не дают черным разменяться, то есть разменять вот эту шашку и не дают ну как сказать не дают занять черным оба двойника. То есть какой план белых? На нападение отходим, ну если черные играют обратно, мы проводим вот эту шашку в дамке и затем вытесняем черных с двойников, затем с тройников, ну и в конце концов черные получат примерно вот такую позицию и белые разменяют одну из дамок и получается выигранный эншпиль проводка шашки С1. Кто не знает как выигрывать в данном окончании подсказку оставлю в верхнем правом углу. То есть черные не могут отвернуть вот от этого варианта. Я не буду приводить точные ходы, так как это займет очень много времени, но у белых в этом окончании выигрыш. Но у черных в этой позиции есть довольно-таки неплохой план. То есть вместо Fe5 это очень плохой ход, лучше играть De5. Если теперь Аb2, то мы вылазим в центр. То есть мы грозим разменяться назад и получить примерно равную позицию. После хода EF4 черные нападают, ну и после размена вот такого позиция равная. если же белые в этой позиции нападают, то мы закрываемся. Ну и здесь белым надо размениваться вот таким образом, потому что видите, ход CB4 уже здесь проигрывает. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черных. Черные играют EF6, белые бьют, черные отдают еще одну шашку и прорываются в дамки и легко выигрывают. То есть надо отходить, нападаем, выигрываем эту шашку ну и постепенно выигрываем. Ход ED2 здесь также плох, так как мы делаем ход EF6 выжидательный, то есть у белых остается только такой ход. Ну и снова проходит вот такая комбинация. Поэтому белым лучше всего размениваться и теперь черные играют DE3. в этой позиции ну лучше всего играть так прошу прощения лучше всего играть CD4 и теперь белым черным надо играть EF2. В эту сторону бить плохо так как черные ставят дамку надо играть BA7 черные играют DC7 грозят разменять проходную шашку белых а если белые ставят дамку то мы размениваем дамку ну и также выигрываем эту позицию. то есть обрезаем следующим ходом шашки белых по тройнику а эти две шашки держат эти две легкий выигрыш. Поэтому в этой позиции не надо бить на B6 надо бить спокойно на G3 черные бьют на E3 ну и после размена можно двойного можно одинарного позиция уравнивается. Если же в этой позиции белые играют CD2 кажется что черным не сдобровать шашка проигрывается а вот такого хода нет из-за того что белые выиграют то есть может и не выиграют но позиция черных будет плохой но у черных есть отличная присоска CB4 в эту сторону бить нельзя приходится бить сюда черные отходят то есть если белые пойдут в дамки мы грозим поставить дамку но опять все сводится к этой позиции то есть у белых будет плохо поэтому приходится жертвовать шашку и играть АБ6 теперь черные идут в дамки грозят подорвать пункт С1 надо играть БЦ3 черные идут в дамки ну и после хода Б7 черные форсировано выигрывают шашку то есть нападают надо отходить снова нападают и видите нет отхода потому что черные выигрывают вот таким образом поэтому белым приходится ставить дамку и жертвовать шашку здесь есть ничья черные захватывают большую дорогу да у черных лишняя шашка но в данном случае окончание ничейное друзья мы с вами рассмотрели план атаки за белых связанный с разменом CB4 но у белых есть еще одна интересная атака которую применил как раз Иван Диченко в партии против гроссмейстера Дмитрия Цинмана то есть белые играют CD4 и бьют именно на B4 сперва то есть разрушают правый фланг черных и затем белые играют AB2 черные отвечают DC7 и белые здесь ставят очень классную ловушку то есть играют именно ED2 если теперь черные играют FE5 вроде бы кажется хорошая позиция у черных то есть не даем BC3 сыграть на самом деле белые играют именно BC3 выясняется что позиция черных проигранная то есть если черные выигрывают шашку вот таким образом белые проводят комбинацию неожиданную отдали одну пропускаем в дамки затем еще две и наносим свой финальный удар дамка и шашка продолжает свой удар уже как дамка и белые выигрывают вот такая красивая комбинация если же черные в этой позиции не выигрывают шашку играют допустим CB6 то создается известная позиция играем HG5 ну и после BA5 делаем вот такой размен ну и это создается известное окончание гамбитная позиция в котором белые легко выигрывают например FE7 HG3 EF6 размениваемся вот именно таким образом ну и после ну размена видите нет хода FE5 нету потому что белые разменяются и позиция будет в пользу белых белые легко выигрывают поэтому черным приходится играть DC5 ну и после хода GH4 у черных единственный ход CB4 белые отходят черные жертвуют шашку как-то пытаются еще играть белые нападают ну и после отхода также жертвуют шашку и выигрывают с помощью оппозиции гроссмейстер Дмитрий Цинман знал эти варианты на то он и гроссмейстер то есть ход FE5 здесь проигрывает красиво проигрывает да но проигрывает поэтому здесь у черных надо есть единственный ход DE5 остальное проигрывает после BC3 мы играем именно CB6 ну и здесь может создаться также известная позиция гамбитная конечно размен ED4 плох ну просто покажу его для того чтобы вы поняли суть гамбитных позиций то есть если в этой позиции белые сыграют GF4 черные играют BA5 и также создается известная гамбитная кстати она тут еще и симметричная позиция белые нападают черные отходят надо жертвовать и играть HG5 ну черные тоже нападают и после того как белые отходят черные жертвуют шашку и выигрывают в этом окончании естественно белые так не играли Иван здесь разменялся назад далее форсированно следует BA5 FG3 ED6 GH4 CB4 ну и после EF4 черным надо играть DC5 белые нападают ну и здесь создается также известная гамбитная позиция украинского мастера Швидкого то есть в этой позиции надо играть именно FE7 да ход FE5 здесь проигрывает белые жертвуют шашку и играют HG5 то есть если черные отжертвуют шашку попытаться прорваться мы просто нападаем и выигрываем то есть такого варианта нет поэтому так поэтому после жертвы черные здесь обычно менялись ну и белые идут дамки черные игра D5 здесь есть два выигрыша можно поставить дамку на F8 можно и на H8 черным надо отходить и здесь лучше всего пожертвовать шашку и сыграть дамкой именно на поле A1 то есть если теперь черные идут в дамки мы просто отдаем шашку сюда бить бесполезно шашки черных отрезаны по большой дороге приходится бить сюда бьем на H2 ну и несмотря на то что у черных целых три шашки они проигрывают то есть нападаем надо жертвовать ну и белые жертвуют дамку и легко выигрывают если же черные жертвуют шашки таким образом ну бьем на F2 ну после AB4 уводим дамку на поле E1 надо размениваться ну и скромно играем CD2 и черным некуда ходить надо сдаваться мы выяснили что ход FE5 здесь проигрывает надо играть именно FE7 теперь белые жертвуют шашку и ставят сильный рожон на поле F6 черным надо также жертвовать шашку и меняться теперь белые играют ED6 ну и обратите внимание CB2 нет просто черный белые сыграют DE7 ну и после постановки дамки играют дамкой на F8 и легко выигрывают поэтому после ED6 здесь надо жертвовать шашку и прорываться вот таким образом белые играют DE7 ну и после постановки черными дамки играют на поле F8 то есть обратите внимание белые поставили ловушку черным надо играть сейчас именно на поле F2 то есть на поле H4 играть плохо почему потому что белые поймают дамку черных вот таким образом ну и здесь вступают в силу правила шестой горизонтали то есть кто первый занимает своей шашкой шестую горизонталь тот у того и преимущество то есть белые первые заняли шестую горизонталь они здесь побеждают то есть так так поставили и белые выигрывают если бы черные в этой позиции ход черных был то есть первые заняли бы черную то это уже ничейная позиция то есть запомните правило шестой горизонтали кто первый занимает шестую горизонталь у того и так сказать преимущество ну Дмитрий Цинман точно играет EF2 ну здесь белые играют дамкой на D6 здесь лучше всего пойти дамкой на поле B6 как сыграл Дмитрий Цинман то есть в теоретических руководствах допустим книги Геннадия Хацкевича приводится вариант допустим другой то есть то есть партии Дмитрий Цинман точно уравнял после того как он сыграл EF2 белые пошли дамкой на D6 черные пошли на B6 белые играют дамкой на G3 то есть препятствуют нападению дамки черных соответственно черные занимают именно поле A5 я скажу почему нельзя играть вот таким образом то есть черные играют именно на A5 белые закрываются ну и после того как черные отходят то есть двойная угроза всегда стоит либо мы нападаем с этой стороны либо с этой поэтому когда белые здесь сыграли A4 черные напали ну и после того как белые отошли черные сразу же играют A7 и на любой ход ну допустим сюда жертвуем шашку и бегаем по большой дороге это позиция ничейная то есть если играть именно на EF2 и потом на B6 здесь более простая защита за черных а если играть допустим на G3 как указано в книге Геннадия Хацкевича 25 уроков шашечной игры то белые могут поставить такую ловушку играем на B4 ну и после того как черные нападают уходим на A5 и здесь к ничее ведет лишь ход EF2 а вот ход дамкой на G3 здесь красиво проигрывает то есть здесь можно уже сразу же играть именно FE7 почему если черная занимает своей дамкой большую дорогу мы играем на поле D8 и видите нет хода АЖ7 потому что белые зайдут в любки и выигрывают а если черные будут ходить по большой дороге то мы переводим дамку с поля А5 на поле C7 и это окончание выиграно я разбирал это окончание в одном из своих видео кто не знает как здесь выигрывать подсказку оставлю в верхнем правом углу если если после хода FE7 черные не занимают сразу большую дорогу а игра от АЖ7 то мы снова играем на поле D8 то есть черные дамкой не могут занять большую дорогу из-за того что белые зайдут в любки а если черные ну допустим ходят допустим на поле E1 то есть не давая дамке с А5 занять большую дорогу то белые играют дамкой на АЖ4 надо играть Ж6 единственный ход ну и белые здесь красиво выигрывают в этой позиции точно играем дамкой на С7 и у черных есть два варианта ответа если черные играют допустим на А5 мы отходим и играем дамкой на АЖ2 теперь срединные поля нельзя занимать так как дамка черных ловится надо играть именно на Е1 мы играем на поле Ф4 и выясняется что сюда играть нельзя потому что дамка черных попадает в петлю остается единственный ход на С3 белые играют АЖ5 и это выигранное окончание я вам покажу в конце видео как тут выигрывать если же после того как белые играют дамкой на С7 черные сразу же играют на поле С3 то мы играем дамкой на поле Ф4 и если черные снова бегают по большой дороге мы снова играем АЖ5 то есть в чем смысл этой позиции черные могут останавливаться только на полях А1 и А8 потому что если они остановятся на срединном поле то белые отходят дамкой на АЖ2 и легко побеждают то есть черные должны играть только по полям А1 и А8 белые проводят свою шашку А3 в дамке и затем загоняют свою шашку вернее дамку на поле АЖ2 если вот в этой позиции допустим в этой позиции ход белых мы выигрываем темп если бы ход черных был мы бы просто выиграли ходом ФЖ5 вернее ЖФ6 а если ход белых в этой позиции то мы выигрываем темп то есть играем сюда черные обязаны ходить по полям А1 и А8 мы выжидаем ну после того как черные играют на А1 мы играем ЖФ2 и у черных не остается ходов то есть на срединные поля нельзя из-за такого хода а на А8 нельзя из-за такого и белые выигрывают друзья сегодня мы с вами рассмотрели очень много сложных идей связанных с гамбитными позициями и с игрой в окончаниях если вам понравилось данное видео то пожалуйста поставьте большой палец вверх подписывайтесь на канал пишите ваши комментарии задавайте вопросы если что-либо непонятно отвечу на все вопросы до свидания увидимся на шаршечных баталиях до новых до новых до новых Продолжение следует...